Ведущий, забыли, что я психотерапевт, вот, на самом деле я занимаюсь мышлением, это у меня в голове играет что-то, у меня ощущение, что музыка в голове, нет? А, у вас тоже в голове, понятно, вот, да, значит, я, соответственно, занимаюсь мышлением, и написал три последовательные книги, которые открывают характер этого странного, загадочного процесса, который есть мышление. Значит, в чём ирония? Ирония состоит в том, что мы все с вами думаем, но никто из нас не может сказать, что это такое, никто из нас не знает, как это происходит. Нам в голову приходят мысли, есть ощущение, что есть какой-то святой дух, который нам что-то шепчет, да, вот. На самом деле у этого святого духа есть имя, отчество и фамилия, вот. Зовут её дефолт-система мозга, этот святой дух, и она действительно в нас там думает. Ирония состоит в том, что нас же не создавала эволюция для того, чтобы мы, как бы сказать, думали про весь этот мир, писали книжки, понимаете, писвенность когда возникла? 10 тысяч лет назад – это хороший прогноз, да, пречи и прочее возникло там 40, 50, ну, в крае 100 тысяч лет назад, да. А мозг наш создавался эволюционно на протяжении, огромное, спасибо большое, на протяжении большого количества сотен тысяч миллионов лет, и мы думали и до того, как мы язык-то стали использовать, понимаете, в чём дело? То есть мы начали думать, когда мы ещё не могли говорить. То есть мы начали думать не так, как мы вот вроде бы сейчас думаем, а как-то вот без слов, как-то неосознанно. Выборский, Лев Семёнович, великий наш русский психолог, он сказал, у него метафора такая знаменитая, что облака мысли, гонимые ветрами мотивов, проливаются дождём слов. Значит, вот облака мысли, они бессловесны, и то, что в вас думается, думается само по себе. А потом вы с помощью сознания означиваете то, что там надумалось, и выдаёте за свои мысли, что является сильным преувеличением. Вот, поэтому в красной таблетке я подробно рассказал про то, что наше сознание и наш мозг, это находится в диалектическом, так сказать, противоречии, потому что думает на самом деле наш мозг, а сознание только присваивает себе результаты его работы. И если мы хотим как-то повлиять на свою жизнь и воспользоваться своим мышлением, мы должны воспользоваться теми психическими механизмами, которые определяют саму мыслительную деятельность, а не просто какими-то упражнениями, которые тренируют лингвистический аппарат. Потом я написал книжку, она называется «Чертоги разума». В этой книжке я уже подробно рассказываю, каким образом этот дефолт-система мозга, имя, фамилия, отчество, она в нас производит эту интеллектуальную деятельность. И вот третья книга, по сути дела, последняя в этой троице, называется «Троица», но не потому что третья книга, а потому что оказалось, что существует три способа, три вообще разных взгляда на мир. Вот вы взаимодействуете со всякими разными людьми и будете в полной уверенности, потому что вы все друг друга должны понимать, вы можете друг другу изложить, привести аргументы и договориться. Теперь вспоминаем семейную жизнь, значит, с родителями, с детьми, с начальниками, с подчиненными. Что-то не получается договариваться так просто, что за такая задела. А потому что пользуемся мы с вами одними и теми же словами, потому что слова – это то, что нас обучили, всех одинаково учили в детстве словам. А вот то, как мы думаем, – это три разные стратегии. О том, что мы видим мир совершенно по-разному, и вы можете жить с человеком и думать, что он такой же, как вы, а он инопланетянин, вообще сообразили достаточно давно. Значит, первую такую гипотезу высказал, кто читал доктора Курпатова, Иван Петрович Павлов. Он проводил знаменитые такие клинические павловские среды. Они проходили, в частности, в 7-й психиатрической больнице, это клиника неврозов, где я в свое время работал психотерапевтом. Там сохранился кабинет, где Иван Петрович проводил эти разборы. И он сказал, смотрите-ка, у части пациентов, которых мы разбираем, ведущей является первая сигнальная система. А у части пациентов, которые мы с вами разбираем, ведущей является вторая сигнальная система. Вам стало всем интересно, да, Дико? Вот. Значит, ну, Павлов действительно использовал эти два термина. Под первой сигнальной системой понимаются естественные раздражители. То есть, вот я наступлю вам на ногу, у вас будет первая сигнальная система. Вот. А есть и вторая сигнальная система. Если я вам скажу нехорошее слово про вас, вы идентифицируете знак, да, и вы за этим знаком увидите значение, и это уже вторая сигнальная система. И вы тоже можете мне дать в голову, как и в том случае, если я наступлю вам на ногу. То есть, мы можем вызывать одни и те же реакции, воздействуя на первую сигнальную систему, естественные раздражители, или через слова. И вот Павлов заметил, что действительно есть психические расстройства, которые характеризуют людей, которые вот умствуют. И он их называл мыслителями. А есть те, какие психические расстройства, и такие типы личности, которые все переживают, находятся в каком-то бесконечном чувственном переживании. Всяким восторгом, страданием, им упиваются слезами, и прочие все им чувствуют, так сказать, со страшной силой. Вот. Он их назвал художниками. Вот. Но на самом деле под мыслителями он подразумевал шизоидов, а под художниками он подразумевал истериков. Ну вот. Значит, ну, он еще говорил, есть средний тип какой-то, говорит, но я, говорит, не понимаю, вам нужно самим разобраться. Это он сказал доктору, который проводил клинические разборы, мы это знаем из записи в клинических павловских стилях. Значит, ну, разобраться Павлов не мог, потому что Павлов занимался исследованием единичной особи. Он и не исследовал групповое поведение. А мы с вами, оглянитесь вокруг, стаи животные, вот, и у нас есть очень сложно организованное групповое поведение. Наши семьи – это небольшие стаи, наши коллективы рабочие, трудовые и прочие, и так далее, и научные, и учебные, и так далее. Это стаи, так сказать, побольше. Значит, условно говоря, у нас есть с вами стайное поведение, и его описали уже этологи. Знаменитые этологи, в частности, Конрад Лоренс и многие другие, которые показали, что значительную часть нашей жизни мы занимаемся тем, что просчитываем свои отношения с другими людьми. И, собственно говоря, это нас занимает со страшной силой. И мартышки друг друга бесконечно вычесывают, совершают друг другу хруминг, и делают они это не просто так, а для того, чтобы создать, так сказать, хороший эмоциональный фон и задружиться со всеми товарищами. И потом при разделе, так сказать, пищи и власти оказаться в нужном месте. Да, и, соответственно, есть вот этот третий тип, который характеризуется тем, что главные являются не знаки, главным являются не первосигнальные раздражители, а главным является свое место в стае. И вот, соответственно, эти три, как бы сказать, типа, в одних случаях это руководимые подкоркой, во втором случае руководимые дефолт-системой мозга, которые отвечают как раз за стаи, и третьи, которые, значит, вот мыслители, руководимые корковыми отделами высокой, так сказать, организации, создают совершенно три разные модели реальности. Значит, если мы говорим про мыслителей, или, как я их называю, в троице конструкторов, то им очень важно, чтобы все было логически, все было четко, все было структурировано, все было причинные, связи были все учтены, сформулированные и так далее. Они выглядят такими иногда эмоционально холодными, вы там пытаетесь с ними, значит, задушевно поговорить, а они вам говорят. И вот весь разговор, так сказать, закончился. Но при этом они способны делать очень крутые интеллектуальные штуки в сфере абстрактного мышления, поэтому среди них много великих математиков, физиков и прочих вот таких ученых, инженеров и так далее. Вот. И у них действительно есть большая склонность, что они заболеют шизофренией, что у их детей будет аутизм и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть это генетически детерминированная штука. Вот. Есть люди, которые, им чрезвычайно важно, какое, как они, как бы сказать, как к ним относятся, как их воспринимают. Вот. Они могут встать в 6 часов утра за час до подъема и заниматься наведением макияжа, чтобы, значит, проснувшийся рядом мужчина не подумал, что с ними что-то не так. Вот. Потому что им очень важно, как они выглядят, как на них реагируют, насколько, как бы сказать, их ценят, как к ним, как их воспринимают. И они через эту призму собственных переживаний, и поэтому я называю их не просто художниками, но еще и рефлекторами, они ощущают, как бы сказать, все, всю эту жизнь. И вы вот пытаетесь с ними про что-нибудь такое здравомыслящее поговорить, что-нибудь им такое донести, может быть, если вы конструктор. А они так смотрят на вас и думают, где восхищение и восторг? Дико скучный ты человек. Вот. И вроде бы поговорили, а как-то ощущения, что было хорошо, нету. Ну, я им сказал, все дураки, мы дураки. Но если станет начальником, то он так всем скажет, что они идиоты, что ни у кого не будет сомнений. Вот. И вроде бы тоже человек хороший, но важно, так сказать, с ним эрархически правильно поддерживать определение, демонстрировать уважение, принятие, там, и так далее. Ну, вот это такое психологический аспект. А есть аспект, собственно говоря, еще, собственно, мышления, потому что сборка интеллектуальных объектов, с помощью которых мы строим свое представление об окружающем мире, у этих типов разное. Вот. И, собственно, четвертая часть этой книги подробно освещает вот эти три разные интеллектуальные стратегии. И я много говорю в этой книге про гениальность, хотя гениальность вещь очень условная, о чем я тоже здесь говорю. Но вот я вам должен сказать, что я имел счастье и боль видеть многих талантливых и чрезвычайно одаренных людей в разных сферах, в творческих, в литературе, в кино, в театре, в общем, в дизайне, в бизнесе и так далее. И я вам должен сказать, что эти выдающиеся люди удивительным образом способны интегрировать все три стратегии сборки интеллектуальных объектов и видеть всю сложность мира вот с этих трех векторов и через ощущение, и через интеллектуализацию, и через социальную значимость. Вот умение использовать все эти три стратегии превращает каждого человека в значительно более эффективный как бы сказать агрегат для решения жизненных задач. Вот. И, собственно говоря, как эти типы решают задачи, вот, и как можно воспользоваться этими стратегиями, я и рассказываю в книжке «Троица. Будь больше самого себя», потому что быть больше самого себя это значит быть обладателем нескольких интеллектуальных стратегий, вот, что позволяет достичь лучших жизненных результатов. Ну вот, я вам рассказал про книжку, дальше что ее рассказывать, если вы ее будете читать, поэтому лучше я отвечу на ваши вопросы. Дорогие друзья, надо поднимать руку, постараюсь ко всем подойти к телефону. Здравствуйте. В книге «Красная таблетка» в одной из глав упоминалось несколько трагических историй людей, которые случайно выиграли в лотерее. Неужели большинство победителей разнообразных лотерей настолько бестолковых? Значит, ну, там я привожу это исследование, действительно, были исследованы победители очень многих лотерей, это исследование проходило в Великобритании, и они показали, что люди, которые выиграли в лотерею, через год чувствуют себя хуже, чем люди, которые не выигрывали в лотерею. Значит, почему это происходит? Ну, на самом деле, я думаю, что причин много, и если вы посмотрите те же случаи с «Красной таблеткой», там разные причины, потому что кто-то сажается на зависимость и проигрывает все деньги, значит, и еще остальные в эти лотереи, ну, вот, у кого-то оказываются родственники, которые не могут пережить этого, значит, обвалившегося на их родственника счастья и так далее. Ну, вот, кому-то просто кружат головы, они начинают куролесить, значит, пускаясь во все тяжкие и так далее. Ну, разные есть стратегии. Значит, что нам нужно, какой вывод из этого для себя извлечь? Понимаете, вот, если же какие-то огромные возможности падают на человека, который не был к этому подготовлен, в нем нету психических вот инструментов и механизмов, чтобы с этими возможностями обойтись. Понимаете, если вы сразу придете, закончите медицинский институт и вас назначат главным врачом в больнице, я очень сочувствую этой больнице. Вот, хотя, конечно, любой студент, медик считает, что его место быть начальником больницы. И поэтому, когда вас учат в медицине, то первое, что вы делаете, изучаете из практических мероприятий, это работу медбрата, в моем случае, и фельдшера. Уколы, анализы и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и только постепенно, шаг за шагом, вы осваиваете, ваш мозг осваивает новые способы более объемного видения тех проблем, тех ситуаций, с которыми вы сталкиваетесь. Деньги в этом смысле это тоже ситуация. Значит, если вы идете последовательно, и шаг за шагом увеличиваете свой доход, то вы каждый раз адаптируетесь к следующему уровню. Более того, вы получаете денег больше, потому что вы можете делать что-то больше и что-то лучше. И в этом смысле они, конечно, могут кому-то, видимо, вкружить голову и в случае поступательного развития, но это не так драматично, как в случае, когда обстоятельства жизни сильно меняются, и человек не имеет навыков, не имеет способности не зарабатывать такие деньги, не управлять такими деньгами, не жить с такими деньгами. Поэтому вот опасно играть в батарею. Я, когда был доктором Гурпатовым, говорю, хватит этот все игроманию заканчиваете. Все не случайно. Была мысль. Следующий вопрос. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вопрос по воспитанию. Как Вы считаете, что нужно делать для того, чтобы воспитать своего ребенка любознательным, чтобы он искал противоречия, и в соответствии с этим хотел спросить Вас, как Вы поступили в ситуации. Например, Вы со своим ребенком идете по улице, ему 3 или 4 года, и он видит на медвине какую-то дорогую красивую игрушку и начинает кричать на всю улицу, все на Вас смотрят. Вот что в данной ситуации Вы сделали? Спасибо. Ну, значит, хороший вопрос. Значит, первое, что я порекомендую всем молодым родителям самим начать бороться с информационной зависимостью и предупредить возникновение соответствующей цифровой зависимости у Ваших детей. Потому что все молодые родители сейчас где проводят львиную долю своего времени? Да, в интернете. Значит, по данным за 15-й год международного комитета, не международного, а международного комитета телевидения, радио и прочего в Великобритании молодой человек в возрасте от 16 до 24 лет проводит за экраном и всякой перепиской и вот это все мессенджеры и все социальные сети 9 часов 25 минут. Если учитывать, что он одновременно еще часто бывает что-то смотрит и параллельно с кем-то разговаривает и еще что-то, то это время достигает 14 часов в сутки. Если Вы 14 часов в сутки тратите на телефон, на компьютер, на интернет и так далее, сколько достается Вашему ребенку? Боюсь, что достается немного. Как решается этот вопрос? Он решается самым безотказным способом. Дайте ребенку телефон, и он заткнется и спрячется где-нибудь в углу. Это очень облегчает воспитательный процесс. Проблема состоит в том, что ребенок должен воспитываться в естественной среде, а любые планшеты, телефоны и экраны не являются естественной средой. Мозг такого ребенка тупеет, точнее, не развивается, и у него развивается так называемая цифровая деменция или цифровое слабоумие. по требованиям Всемирной Организации Здравоохранения в возрасте до 10 лет время с просмотра какого-то видеоконтента должно находиться в пределах 15-30 минут в сутки. Значит, у кого дети в 10 лет всего лишь 15-30 минут в сутки, они будут психически ничего. у кого чуть больше начинаете думать. К 14 годам время, которое можно проводить за экраном, за экраном, понимаете, вот они же уроки делают уже с компьютера, все, катастрофа. Час 15 минут Всемирной Организации Здравоохранения, понимаете, как вы видите. Вот, современные родители используют, конечно, гаджеты как бибиситтер, и в результате мы формируем, конечно, молодое поколение, которое все будет насквозь больно, значит, диагноз вызывается цифровое слабоумие, а проявляется СДВГ, синдромом дефицита внимания и гиперактивности, вот, которое сейчас уже превращается в эпидемию, ребенку сложно концентрироваться, сложно удержать внимание и так далее. Поэтому, если вы хотите сохранить у своего ребенка здоровое психическое, точнее, сформировать его здоровым, в первую очередь, ограничивайте количество потребления любого мультимедийного контента, телефоны, гаджеты, телевизоры и так далее. Это первое. Значит, второе, про, если мой ребенок будет рать у витрины. Значит, я, значит, должен вам сказать, значит, первая стратегия, которую вы должны использовать с самого раннего детства, вы должны запомнить, что ребенок не плачет просто так. Это выглядит достаточно банальным утверждением, но я должен сказать, что это важно. Значит, ребенок не плачет просто так, и вы можете не допускать то, что он вообще будет плакать. Значит, вот я расскажу, у меня была такая история. Я жестко придерживался принципа, что если ребенок плачет, значит, с ним что-то не так, и вы должны ему помочь. Соне было тогда, я думаю, месяцев шесть. Значит, и что происходит? Она ревет, ревет страшно. Значит, все проверили, понимаете, подгузники свежие, понимаете, газы выпущены, все накормлено, наполнено, все произведено, как сказать, идеально. Орет. Значит, ну, скверный характер. Валентий. Да? В маму. Вот. Да. И я вам тоже скажу, я вот просто, я вот сел прямо и думаю, ну ты дурак, Курпатов, или где? Ну, как бы, если ты думаешь, что твое правило работает, должна быть проблема. Почему? Понимаете, что выяснилось? У нее огромная ее ресница попала в нижний век. И она ревела. И я нашел ресницу, я вынул ее, перестал реветь. Понимаете, вот, значит, задача состоит в том, чтобы всеми средствами не допускать, чтобы у ребенка формировался навык плача. Потому что, если вы сформировали конструкцию, что он таким образом решает задачи, значит, он будет использовать этот метод в любом случае. Это первое. Значит, ни в коем случае просто не превращать плач в привычку. Как только возникает потуга на плач, вы очень удивленно и заинтересованно спрашиваете, чем вы можете ей помочь. И что случилось? Значит, у меня было такое, значит, но она знала, плакать нельзя. Вот. Мы приходим в магазин, вот, там покупать какую-то, значит, игрушку, вот, и, значит, там какой-то, значит, родитель невоспитанного ребенка, значит, ребенок падает на пол, бьется в конвульсии, не мой, чужой, бьется в конвульсиях, там это, Сонина это внимательно смотрит, ну, это же такая сцена, вы понимаете? И так она подходит к другой полке, покупать игрушку, которую мы не планировали, а мы всегда планируем конкретно, зачем мы идем, да? Это же, чем помочь? Все решили, идем за этим. Купим тетрадку. Ха! За тетрадкой пошли в магазин, там много еще в следующий раз, да? А тут тетрадка. А тут это, и орать, все бьется, и Соня так смотрит, и так, да, вот, я дальше говорю, Соня, мы с тобой мультик посмотрели, мы были в кинотеатре, посмотрели, я говорю, а хэппи мил мы купили, она говорит, купили, я говорю, а вот куклу мы хотели купить, мы купили, купили, я говорю, а ты плачешь, где логика? вот, значит, слово логика, она ненавидела, вот, я помню, когда у них в первом классе, значит, их приходит, и она с такой перепуганным лицом, я говорю, а что такое? Она говорит, у нас началась логика, у них там, черт знает, что они называют логикой в первом классе, вот, но ребенок был стрессим, вот, короче говоря, просто не допускайте того, что ребенок будет плакать, да вот, просто бросьте на это все усилия, достаточно быстро эта привычка исчезнет, и после этого вы просто не будете сталкиваться с таким ситуацией, и еще раз, чем больше и лучше вы продумываете, что должно происходить, что обычно родители как? значит, они реагируют на последствия, значит, на последствия реагировать поздно, ребенок уже, так сказать, у него есть раш, он, значит, в нем, так сказать, будет осуществляться, поэтому, пожалуйста, продумывайтесь заранее, что будет происходить, и вы должны быть готовы, у вас должен быть план, что вы будете делать в каждой соответствующей ситуации, ну вот, потому что наши дети, в общем, до определенного возраста достаточно предсказуемы, здравствуйте, здравствуйте, Андрей, у меня зовут Наталья, у меня два вопроса, первый вопрос, а куда вы исчезли, исчез рано, а второй вопрос, а вы-то не можете благотворительный, я да, второе что? благотворительный, у нас что-то не маленький, да, вопрос первый, куда я исчез с экрана, я с экрана, да, исчез за экран, вот, я занимался тем, что я руководил компанией, которая занималась производством телевизионных программ, вот, а сейчас я бесконечно занимаюсь благотворительностью, поскольку я считаю, что самой главной угрозой нашей жизни и будущего мира является наступающая информационная псевдодебильность, вот, я инвестирую все свои средства, заработанные в частности на телевизионе, для того, чтобы создать инструменты, предупреждающие развитие информационной псевдодебильности, поэтому в Петербурге на улице Достоевского, дом 19, троп 21, я создал интеллектуальный кластер, где проходят самые разные лекции, образовательные программы и так далее, там в частности открытой работает вот высшая школа методологии, которой я руковожу, вот, у нас есть проект, он называется Академия смысла, где мы обучаем мышлению, это интеллектуальное образование нового формата, вот, поэтому все мои силы на это торжественно брошены, вот, устал я, хочу уехать в Грецию, но меня не пускают сотрудники. Так, следующий вопрос. Здравствуйте, Андрей Владимирович, буквально на днях я просчитал книгу «Красная таблетка» и наткнулся на одно кажущееся, по крайней мере, вне дыховы противоречие. На странице 97 была приведена метафора. Так? Да, у меня хорошая данность. Спасибо. У меня нет. Так? И там была метафора про колесницу, про бегового коня, то есть сознание, у меня есть подсказка, логика, и черного коня, которое наш мозг. И также возничество. И там была идея мета-сознания. Собственно, в чем противоречие я нашел? Там же было утверждается, что так, что это во всей обмене, что мы это наш мозг. Ну, более того. И все остальное это производство. Да. Как на первое сознание. Да. Метафор сознание там рассматривается не в мистическом ключе таком-то, а в методологическом. Да. Все, что мы видим. Все, каким образом он способен посредством методологического метафор сознания установить сознание и самим с собой. Да. Он не может, чтобы не испытывали иллюзии. Поэтому приходится прибегать к знаменитому миф, который Платон, когда он рассказывает Федору о том, как устроена душа человека. Он говорит, что она состоит из двух коней запряженных коресниц, на которой есть возничий. Вот. Вот возничий там в этой конфигурации, в этом мифе Платона о человеческой душе абсолютно бездеятельное существо. Значит, это вот наше с вами, на самом деле, сознание, так если по большому счету про это говорить. Значит, мы, конечно, знаем, как надо, силы, потому что мозг это целостным агрегатом, это скопление огромного количества разных нервных клеток, которые образуют разные как бы нейронные дуги, разные доминанты и так далее. И они все время в вас дискутируют. Понимаете, вот вы, например, сидите с человеком, разговариваете. Вам становится скучно, например, у вас растет доминант, что он несет. Вот. С другой стороны, вы думаете, нам бы встать, куда-нибудь пойти, но неудобно. Вот такие, другая доминация. Дальше вот тут скучно, а уйти неудобно. И вот сидишь и ненавидишь, да, сколько это будет продолжаться безумия. Вот. Поэтому метафора на самом деле говорит о том, что в нас постоянно идет дискуссия разных областей, элементов. И осознавать, что у вас есть не вот какой-то единый центр, и вы не представляете собой некую единую личность с монолитным, непротиворечивым набором потребностей, убеждений и так далее. Очень важно. А обычно мы с вами все время думаем, что мы вот такие, какие мы есть, и все вот, и не замечаем этой внутренней идеологичности. Помните, Бахтин был такой, Михаил Михайлович, вот, идеологичность все объяснял, да, вот, собственно говоря, в нас есть это постоянно, произведение Федора Михайловича Достоевского, да, постоянно человек находится в каком-то внутреннем диалоге, говорит, тварь я дрожащий, или право имею, с одной стороны хочет право иметь, с другой стороны, что чувствует тварь для себя, и какая катастрофа. Значит, вот, осознание этой идеологичности, вот, теоретическое, вот, позволяет вам лучше понимать, что с вами происходит на самом деле. То, что вы не избавитесь от своего мозга, ну, можете, конечно, я не рекомендую, ну, вот, значит, это факт, да, то, что мы являемся производными деятельности нервных клеток, составляющих наш мозг, тоже факт медицинский, но вот как в психотерапии, у меня такая была монография, руководство по системно-поведенческой психотерапии, значит, мы можем создать такой набор действий, когда мы будем осуществлять какое-то поведение в отношении собственного поведения, например, думая какие-то отрицательные прогнозы и боясь с этим за свое самочувствие, за то, что с нами что-то случится, мы можем разобрать это на элементы, увидеть, насколько наше мышление достоверное или нет. Уйдет ли от этого сразу страх? Не уйдет, но если вы последовательно создаете конкурирующую доминанту у вас в голове, то в какой-то момент она увеличится, не по вашей воле, а просто потому, что есть постоянное на этом давление. И она войдет в конкуренцию с этой привычкой бояться чего-то, и вы сможете справиться с этим страхом, сформируете новое поведение, дальше он не будет у вас возникать. Вы переучите свой мозг. Поэтому, конечно, метасознание это не мистическая конструкция, это по большому счету такая техника, которая позволяет нам осознавать нашу многослойность и учет всех этих составляющих для того, чтобы более адекватно формировать свои поведенческие стратегии. Вы будете формировать их сознательно, от этого ваш мозг еще не примет, но у вас появляется вариативность, и вот, собственно говоря, ради этой вариативности и возможностей, которые открываются, которые вы после этого можете реализовать и таким образом получить положительную обратную связь со своих новых поведенческих стратегий, позволит и перепрошить мозг. Поэтому это, конечно, подспорье, подспорье внешнее, вот, потому что если вам никто снаружи не будет говорить, а ну-ка, давай сделай то, значит, посмотри на себя так и иначе, увидите это и это, вы сами не сделаете, ваш мозг не сделает, должен появиться другой мозг, который поучит вас этой практике, вот, и изучив эту практику, вы можете какие-то предпринять шаги, эта практика может стать для вас приятной, потому что она дает ожидаемый результат и возникает положительное подкрепление, вот, поэтому, но сами по себе мы со своими мозгами ничего поделать не можем, вот даже в Академии Смысл, например, вот меня все время спрашивают, хотят уже, в каком только городе, не хотят, чтобы открылась Академия, повезло только Петербург, вот, значит, говорят, откройте, я говорю, нету у нас людей вам дать, они говорят, откройте, не можете открыть, сделайте онлайн, я говорю, не работает это онлайн, потому что, вот, например, ну, когда проходит Академия Смысла, там 16 занятий, каждая ступень по 4 часа, в группе собирается 7 человек, 6 участников и 1 ментор, и они выполняют упражнения, и вот, если вы просто, я бы вам в книжке написал эти упражнения, вы бы их прочитали, сказали бы, как интересно, ну вот, объяснили бы непонятное понятным, и закрыли, и остались бы ровно такими, какими вы были, когда же эти упражнения вы вынуждены сделать другими людьми, которые дают вам другой взгляд на то, что с вами происходит, показывают, что то, что вам, то, что вы думаете и делаете, на самом деле имеет совсем другие отклики во внешней среде, нежели вы думаете, вы начинаете естественным образом, за счет чужих мозгов перестраивать собственные, вот, поэтому нам для того, чтобы сделать свой мозг лучше, нужны чужие мозги, и желательно не хуже наших, понимаете, как вы делаете, вот, а сами мы, если в нем заперты, мы же будем все время ездить по одним и тем же лесу, понимаете, и войдем во что? Во всякую дебильность, понимаете, ладно, следующий вопрос. Скажите, а можете ли вы представить себе человека, который, прочитав всю вашу трилогию, скажет, ну да, все логично, понятно, я все понял, согласен, все так и есть, и будет сделать у человека диагноз? Не, ну, диагноз мы, знаете, ставим, во-первых, очно, вот, нам надо, так сказать, посмотреть на больного, вот, поговорить с ним, вот, так что, значит, это вряд ли я диагноз поставлю, значит, то, что касается, значит, про чтение, я, ну, я сейчас сталкиваюсь с тем, что книгу уже и ту, и другую, и третью много читают, и есть много всяких разных положительных отзывов, и понятно, что, люди из нее что-то понимают, им интересно, и так далее, поэтому, ну, я рад, вот, если просто, понимаете, это же, это набор информации, структурированный, поданный, позволяет что-то увидеть, что-то пересмотреть, что-то там в себе сделать, но, почему я сделал, например, курсы Академии смысла, я их сделал для того, чтобы, вот, из такого просто теоретического понимания, понимаете, у вас, понимаете, вот, вы знаете, что Земля круглая? Да? Все знают? Нет? А в интернете есть, есть, да, есть, там в интернете страшные вещи говорят, вот, она круглая, но вот, мы жили с детства с ощущением, что она круглая, нам рассказывали, объясняли, мы как-то это себе представили, вы знаете, когда я понял, что Земля круглая, я поехал в командировку в Лос-Анджелес, и там нужно было, значит, присутствовать в компании, которая занимается серверным обеспечением, значит, производство мультиков, фильмов, там и так далее, я туда приехал, там, значит, 12 дней, у нас 12 ночи, и когда у них там 12 ночи, действительно условно, у нас 12 дней, и вот, значит, я с этой компанией, все говорят по-американски, по-американски, это же не по-английски, это, там, там, съели, что-то набрали в рот, где они учили английский язык, непонятно, и вот это все дико мучительные переговоры, разговоры, и, значит, наступает ночь, а я при этом генеральный директор телевизионной большой компании, а там большие съемки, большого проекта, который стоит много-много-много-много денег, и там все идет в раскардаш, и вот, у тебя за окном ночь, а у них не ночь, и им плевать, ну, что у тебя ночь, были переговоры, и утром тебе на переговоры, и так далее, и вот в этот момент вы ощущаете, что она круглая, она вот реально просто круглая до безобразия, да, вот, значит, на самом деле, для того, чтобы какие-то вещи по-настоящему понять, мы должны их пережить, и вот для того, чтобы, знаете, вот обучаешься, например, психиатрии, прочитал учебник, все понятно, потом приходишь на отделение, понятно, что тут здоровья мало, ну вот, но ощущение, что у тебя тоже здоровья немного в этот момент, понимаете, нужно очень много взаимодействовать с больными, видеть разборы больных, там, и так далее, только после этого начнешь соображать, что к чему, точно так же возьмите любого врача, их там учат, шесть лет, потом семь лет, потом говорят, ну, иди полечи кого-нибудь, я вам должен сказать, более белого экрана, у молодых врачей, у койки, значит, пациента, не бывает в принципе, они садятся, смотрят на больного, и думают, ооо, значит, почему, потому что им нужен опыт и практика, да, и поэтому хорошо, когда вы учитесь, и сразу вы что-то делаете по той дисциплине, которую вы изучаете, если вы юрист, вы работаете помощником нотариуса, если вы врач, вы работаете на скорой помощи, медбратом, и так далее, и так далее, и так далее, это позволит усвоить эти знания, и они станут частью вашего мозга, а не каких-то абстрактных представлений, поэтому то, что касается книжки, ее можно прочитать и получить массу информации, вот, но это не обеспечивает того, что вы, это станет вашей частью, вы сможете все это использовать в своей практике, эти навыки мышления, эти способы сборки, там, и так далее, вот, для этого нужна больше практическая работа, ну, также я писал психотерапевтические книжки, там, «Счастлив по собственному желанию», я там говорю, есть правило трех П, прочитать, понять, применить, а то некоторые прочитали, не поняли, говорят, что-то не помогло, другие прочитали, поняли, но не применили, говорят, не помогает, знаете, вот, нужно комплекс, так сказать, все в системе, так, следующий вопрос. Здравствуйте, Андрей Владимирович, вы говорите о том, что существует три типа мышления, получается, что эти типы мышления обуславливают то, чем человек предрасположен, скажем так, заниматься, верно ли то, что фраза «дано» либо «не дано» применима в жизни? Значит, хороший вопрос, значит, значит, так получается, что люди, которые склонны вот к этому конструкторскому типу, они, как правило, идут в точные науки, им нравятся точные науки, им даются точные науки, вот, значит, люди, которые относятся к типу рефлекторов, они идут в сферы, где они могут проявить себя, в этом смысле, творческая любая профессия, сколько у нас желающих стать музыкантами, это все бесконечно, 53% американских подростков хочет стать рок-звездами, кто на них будет смотреть, оставшиеся 47, да, вот, такая большая boys-girls band, и, значит, немножко зрителей, вот, да, значит, соответственно, там, где они могут реализоваться и проявить себя, это художественная больше профессия, если говорить про невротиков, то они, как бы сказать, любят какие-то профессии, где есть такое социальное взаимодействие, где есть, как бы сказать, такая помощь, поддержка, там, и так далее, значит, то есть, они сами это выбирают, значит, второе, в любой профессии, которую бы вы ни взяли, есть потребность в трех типах, потому что, если, например, вы возьмете, и у вас в физической лаборатории будут работать одни конструкторы, то они так увлеченно будут изучать, что никому не нужно и никогда не понадобится, что эту лабораторию надо будет закрыть. И, конечно, нужны люди, которые обладают другим способом сборки, понимают, что это, как бы сказать, часть какой-то социальной работы, понимают, зачем это нужно, а именно рефлекторы очень хорошо понимают, зачем это нужно. Вот, поэтому, какую бы вы специальность не выбрали, вы можете в ней найти, применение при наличии у себя любого типа, да, да, потому что, условно говоря, если вы хотите, оказались в творчестве, но вы конструктор, понимаете, вот, вы, во-первых, можете быть Кавкой, вот, вы можете быть Шостаковичем, вот, вы можете быть Ван Гогом, вот, это все конструкторы, которые занимались творчеством и, как вы понимаете, неплохо с этим делом справлялись. Вот, хотя, замечу, даже у Шостаковича карьера складывалась непросто, а про Кавку с Ван Гогом мы вообще молчим, да, почему? Потому что они ушли в свое конструкторство, занимались там тем, чем им было интересно, а весь мир подождет. Вот, значит, им не хватало дополнительных радикалов, вот этих вот особенностей, которые принадлежат другим типам сборки. В общем, короче говоря, в любой сфере, в которой бы вы сейчас уже не находились, вы можете найти очень эффективное применение своему типу. Значит, очень хорошо, когда в коллективах, в которых вы работаете, есть люди, которые имеют разные типы, но при этом вы понимаете разность этих типов и способны использовать плюсы каждого из них. в конце троицы у меня смешная такая, я смешную историю рассказываю, как они решили делать, продавать стулья. Вот, и все три типа оказались очень уместны. Вот, поэтому хорошо, когда в коллективах, хорошо, когда вы воспитываете в себе разные типы. Но, да, значит, вот если не написано на роду математики, вот, ну, наверное, неправильно пытаться стать переманом. Вот, а из перемана вряд ли выйдет хороший менеджер по закупкам. Вот. Вроде бы с цифрами все понимает, а закупки могут не пойти. Знаете? Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вот, вы вначале говорили про теорию Ивана Тротя-Павлова о том, что вот существует он, наоборот, два типов, два типа реакции восприятия как врачего мира и все не знал. И вот хотелось бы, ну, просто мне это все понятно, а не являются ли эти типы восприятий с синдромами этих болезней, то есть симптомами, симптомами этих болезней, и все. А какой был, зачем нужно было эволюции вот так делить мышление нашего вида на три типа? Почему не на три, не на семь миллиардов? Да. Значит, вы задаете очень хорошие вопросы. Значит, первое. Про что было первое? Про симптомы. Да, значит, да, есть вот, понимаете, как, значит, мы же вообще думаем, наш способ думать про здоровье, про мозг, он, как думать про внешнюю среду. Понимаете, вот, разве эволюция придумала способ, чтобы ей могло прийти в голову эволюции, чтобы она оснастила нас способностью понимать, как работает мозг. Животные не в курсе, что у них мозги есть. Вы бы были бы не в курсе, если бы вам не рассказали. Вы понимаете? Да вот, поэтому мы не умеем его познавать, мы не вполне способны представить. Это как с квантовой механикой. Эволюции не нужно было, чтобы мы понимали, как работают физические законы на уровне микромира. И поэтому, когда мы с ними сталкиваемся, они нам кажутся абсурдными, парадоксальными, да? Почему Шрёдингер рассказывает про кота, который то живой, то мёртвый, полуживой, полумёртвый, чтобы мы поняли с вами, что мы не можем этого представить, потому что там по-другому протекает жизнь. В этом уровне микромира, квантовой физики. Точно так же и психика наша, вот такая загадочная планета со своими законами. Значит, мы знаем, что есть статистические данные, связанные с наследованием каких-то особенностей. И мы эти статистические данные можем рассчитать. Саймон Барон Коэн это самый ведущий специалист в исследовании аутизма мирового у имени мирового уровня. Вот. Он, например, провёл исследование и показал, что в зависимости от того, какое количество инженеров было у вас в роду, таков настолько велик риск, насколько вы будете страдать аутизмом. Значит, является ли инженерной и инженерной и склонность к инженерии диагнозом? Нет. Да? Но эта склонность может при сочетании каких-то факторов давать определённые психические феномены. Да? В этом смысле, конечно, если вы возьмёте, например, одарённых и талантливых людей, они все немножко не в себе. Ну вот. Некоторые не немножко. Вот. Значит, почему? Потому что они выбиваются из некого стандартного набора характеристик, которые имеет мозг среднестатистического человека, и именно вот эта их особенность позволяет им что-то видеть, что-то делать и как-то действовать не так, как другие, и поэтому производить что-то, что на других производит сильное впечатление. Потому что мы так не можем или там нам так в голову не придёт. Правильно? Значит, соответственно, эти типы, вот, они не являются проявлением соответствующих заболеваний, потому что сами ещё заболевания характеризуются не только нейрофизиологической структурой, но и биохимической структурой. Как вы знаете, депрессии лечат, как вы скажете, её можно и электрошоком тоже лечить. Использовалось, помогает. Вот, да, ну вот, но сейчас лечат просто селективными ингибиторами обратного захвата тех или иных неремедиаторов, то есть биохимически, да? Ну вот, то есть эта система имеет кучу всяких разных измерений. И если у вас нету соответствующих биохимических паттернов, которые вызовут соответствующее заболевание, то вы можете обладать соответствующим типом, но не быть носителем болезни. Ну и есть ещё масса всяких других обстоятельств. Хотя, конечно, типы, как бы сказать, примыкают, я подробно рассказываю в Троице, я там рисую, что такое называется континуум психических состояний, его полюса, здоровье, пограничные расстройства и так далее, и так далее, и так далее, если захотите, сможете разобраться. Второй был вопрос про эволюцию. Зачем ей было нужно? Значит, здесь вопрос неправильно поставлен. Нет, вы его правильно задали, но поставлен он неправильный. значит, эволюция, она слепая экспериментаторша. Она создаёт всяких разных уродов и дожидается, какой из них выживет, и говорит, хорошо, гены пошли. Как там, тёпленькая пошла, вот, гены пошли. Они дальше начинают влезать. То есть, эволюция не занята тем, что она, она не, этот, как его, не, у неё нету тайного плана, она не Господь, Бог, который по плану, значит, всё вот это создал. Она экспериментаторша. Она, а вот мы присобачим вот это сюда и посмотрим, как бы, сдохла. Ну, не, ну, не получилось. Вот. Дальше она делает целый ряд всяких разных экспериментов и производит некоторые фенотипы, то, как это выглядит уже в реальности. И дальше каждая из этих стратегий имеет и конструкторская, и рефлекторская, и центристская, имеет свои очень большие плюсы. И если в вашем племени есть представители всех трёх типов, то вероятность того, что ваше племя будет эффективно конкурировать с другими племенами значительно выше. Поэтому эволюционное давление, оно вот таким загадочным образом, позволило нам сохранить вот это всё хозяйство. Но понимаете, в чём дело? Раньше это не было настолько драматично, потому что, как вы правильно заметили в первом вопросе, если соответствующие паттерны психического типа есть у существа, то у него могут быть всякие срывы адаптации, могут быть соответственно риск увеличения болезней. И, конечно, как вы понимаете, никто не будет ни шизофреников, ни припадочных истероидных психопатов держать в племени. Их съедят, потому что они переводят ресурсы. А сами состоят из ресурсов, почему вы ими не закусите. Вот. соответственно, раньше было вытеснение всех людей, страдающих какими-то серьёзными психическими отклонениями. потом наступила новая эра, когда мы научились лечить. И это вообще очень большая проблема. Вы же все страдаете всякими вирусными инфекциями, да? Всё у вас много вирусов, да? Да. Чего вы только не переживайте. Вот. СПИД есть, ВИЧ, ну вот, и так далее. Значит, что случилось? Мы научились бороться с бактериальной флорой, бактериями. Раньше все мёрли ещё от аппендицита, понимаете, от обычного, от обычного воспаления лёгких, все помирали. Сейчас не помирают от воспаления лёгких, лечатся. Понимаете? Значит, мы освободили место, убрали бактерии, и на это вот, с высокой степенью вирулентности, и они нам всё портят. Вот. Значит, точно так же случилось с психическими расстройствами. Мы научились лечить и сохранять абсолютную функциональность у огромного количества психических расстройств. Более того, у нас очень с вами общество, как бы сказать, толерант, ну как это, ну как это, ну у нас есть ценность человеческой жизни, ценность, там, как бы сказать, в этом смысле, мы же не древнее племя, которое, как эти, как их там, спартанцы, родился плохой ребёнок, с горы. Ну вот, мы всё. И мы таким образом накапливаем большой генетический груз. Ну вот, и количество, вот если вы думаете, что помните, я в своё время, как доктор Курпадзе писал, к 2020 году смертность от суицидов выйдет на первое место среди причин других заболеваний. Что такое? Мы накапливаем генетический груз. Ну вот, и количество людей, которые, как бы сказать, продолжают свои гены, будучи депрессивными, вырастают. И поэтому у нас и вот это разделение на эти типы становится всё более и более выраженным. Это хорошо, потому что то, что стало много конструкторов, привело к научно-техническому прогрессу цифрового времени. Потому что, как вы понимаете, кто Билл Гейтс? Конструктор. Кто Сергей Брин? Конструктор. Кто Илон Маск? Конструктор. Значит, у нас просто всё больше и больше этих специфических типов, вот этой особенности. Много очень людей, которые идут в программировании и так далее. Раньше такого не было. Мы просто стали производить большое количество людей, склонных к такой математической, абстрактно-логической деятельности. И они, так сказать, нам дали новый научно-технический прогресс, а мы все весело на него подсели и начинаем впадать информационной псевдодебильности. Там уже не важно, какой у вас будет тип. Вот. Поэтому эволюция, она просто такое придумала. Это всё равно, что спросить, почему она придумала, что у одних глаза голубые, у других карии, а у третьих какие бывают ещё? Зелёные. Значит, почему? Она экспериментировала, и все эти три справились, как бы сказать, задачи. можно, да? Ангел Владимирович. Добрый вечер. Спасибо большое за ваши труды. У меня по двум вопросам в книге «Красная». Один. Есть один вопрос, тогда подскажите, пожалуйста, какие на сегодняшний день подходы к изучению личности человека психологически либо психотерапевтически вам близки, и вы могли бы, ну, как минимум, если не рекомендовать, то не против. И ваши планы дальнейшие. Огромное спасибо. А что вы имеете в виду к этому подходу? Ну, скажем так, вот из современных сегодня достаточно популярные Лобковский лекции ведёт, достаточно огромную серию выпустил книг. По-разному можно относиться. Вот к чему более-менее близко вы были бы расположены, потому что у вас очень интересная книга, мне очень понравилась, и, соответственно, что могли бы порекомендовать. И ваши дальнейшие планы. Спасибо огромное. Спасибо за вопрос. Ну, я, честно говоря, рекомендовал бы всё-таки читать сейчас очень много хорошей литературы, которая рассказывает про то, как работает мозг, как работает наше мышление. Это значительно более эффективно, чем, как мне кажется, читать книги, которые, ну, как бы, создают какие-то истории о человеке, новые-новые сказания об этом существе. Значит, это существо, я вам должен сказать, примат. Вот. И, знаете, если почитать такая книжка из Франца Деваля «Политика у шимпанзе», вот, и вот вы увидите, что это вообще, так сказать, фотография наших с вами жизней. Вот, я бы рекомендовал естественно-научную литературу. Сейчас есть учителя.